В предыдущей серии Терпи, камень уронишь, упражнение закончится А мы тут так сидим просто на завалинке И смотрим, как женщины упираются Не важно, проигрывали, выигрывали, старались, спорили с судейством Это хорошо, это говорит о том, что они были неравнодушны Самая классная серия По традиции в рубрике «Напросились» мы немного ближе знакомим вас с участниками нашего проекта Сегодня мы в гостях у Марии Капустиной Давайте посмотрим, какие секреты хранит ее холодильник Друзья, всем привет! Привет! Мы продолжаем знакомить вас с участниками телепроекта «Кулья Сушка» Сегодня побываем в гостях у Марии Капустиной Пообщаемся с ней поближе И самое главное, посмотрим, чем она питается Маш, привет! Принимай гостей Ну что, друзья, наша ревизионная группа добралась до холодильника Марии Капустиной Маш, показывай, пожалуйста, что у тебя в нем хранится И чем ты питаешься дома, когда тренер тебя не видит Давайте Итак, это полка Это у нас полка для собаки Это ливерка Ее никто не ест Тут у нас каша Самое интересное Это твоя полка, да? Да, это уже мое Это естественная гречка Боже, как банально Куда не придешь, везде гречка После того, как год я отработала бухгалтером То есть это сидячая работа В основном ты сидишь, поджираешь что-то И я, ну, набрала вес прилично Как бы потом было лето, я еще набрала И тут у меня высветилось где-то ВКонтакте, в новостях Что набирается проект И я подумала, почему бы и нет Мне стало интересно Потому что долгое время я не могла скинуть вес Я пыталась, пыталась Но что-то я доходила и так и не дошла до конца Я подумала, может, это мой шанс Пришла и пробовала себя Тут у нас я приготовила Так, как обычно я ем филе В этот раз я сделала котлетки На пару куриные Ребята, у вас с пееком абсолютно одинаковые блюда Вы договариваетесь? Нет Ну, у нас просто одинаковое меню Я пришла не за 50 тысяч Я пришла для себя Пришла, чтобы доказать, что я еще могу похудеть Потому что, в принципе, я всегда была как бы не худая Но долгое время я пыталась держать диету Заниматься, но все равно не очень получалось Тут у нас овощи Это огурцы, помидоры, грибы я буду тушить Тут у нас лимон, имбирь перемолотый Это моего парня сыр Яйца Яйца То есть он тебя все-таки немножко соблазняет, да, запрещенными продуктами? Да, он соблазняет меня сыром, соблазняет меня молоком Парня Андрея зовут? Нет, Стас И фамилия у него не пеет? Нет Ну, кстати, на эту же букву Влад у нас очень строгий тренер Сразу расписал диету Уже после первой тренировки я, наверное, неделю не могла нормально ходить Потому что до этого были тренировки, да, когда тебя жалеют все равно Ты там час потренировался, в принципе, пришел домой, можешь поесть А тут я понимаю, что это и стимул, то, что смотрят и родители, и друзья, и близкие И сама для себя я не хотела быть на последнем месте, хоть у меня и такой маленький вес Чего хочется больше всего? Больше всего хочется, наверное, сладкого, хочется тортик, хочется Когда последний раз ела? До проекта, уже два месяца назад На что акцент делали? На кардио, на силовые, а может на суперсеты, на кроссфит? На все, у нас постоянно была силовая, при этом была кардио час Кардио у нас было... Час в день или за тренировку? За тренировку То есть у нас была силовая часа два, три иногда И кардио час, поэтому меньше чем четыре часа в зале я не бывала Каждый день? Нет, три раза в неделю и три раза кардио Ну а теперь пора мчать в зал и запускать 16 серию самого жиросжигательного крымского проекта Всем привет, мои хорошие, это Акуля Сушка, с вами я, Денис Все, наигралось? Иди подсушись Это Акуля Сушка, работаем, ребята! Но работать будем с автором проекта Андреем Шарковым, который приготовил для ребят особое задание Дорогие участники, друзья, сегодня мы начинаем маленькое соревнование между спортивными клубами В котором вы примете непосредственное участие Три команды Вы в команде спортивного клуба Альбион Выполняет упражнения стульчик на время Если кто-то один из вас ломается, сдается, падает Он поддерживает второго своего друга по команде И до последнего, до последней секундочки держится Поверьте, это очень важное задание И надо в нем обязательно победить Почему мы расскажем потом Упражнение стульчик Спиной упор в стенку Бедро идет параллельно с полом Ручки держим ровненько перед собой Затылочек не обязательно должен касаться стеночкой Исходное положение занимаем А, секундомер у меня уже в руках практически припечет Бажена чуть ниже Руки перед собой, подняли Подняли руки Так Поговорите с нами Не буду Не буду Вот Алексей тут, командир пути, разговаривает Подъедем сейчас Итак, уже 10 секунд прошло, молодцы Бажена практически слилась со стеной Ты сделала себе сложнее Разрешаем, горе немножко ближе к себе поставим Ближе поставим Еще, можешь подвинуться Молодец 30 секунд Моя задача на самом деле в проекте Это потянуться и войти в этот режим, который я потеряла И с помощью проекта, благодаря проекту я еще раз повторю Спасибо вам большое за это, что я вот снова в этом режиме У меня есть силы заниматься, тренироваться, правильно питаться Но так как у меня были некие проблемы со здоровьем Вес у меня уходит довольно-таки медленно Но уходит, это самое главное Блин, это так сложно Так что у вас, ну хорошие уже такие ребята Крепкие, кроссфитовцы Где-то по 3,5 минутки стоят Я думаю, вы крепче них Все-таки, как-никак, бригада аркулей сушки Минута Минута, молодцы оба У меня красота Алексей Давыдов Бажена Аксенова Улыбочку, да, я не разговариваю Молодцы, забудьте О боли Забудьте о том, что тяжело У Алексея начался твист Коленки дрожат, но он нервится Чуть выпрямился Стоп, Алексей Алексей Давыдов вышел с гонки Но вот Бажена Аксенова так легко не сдается Голень ближе разрешаю Так совсем сложно Голенька, где гулять на полу, да? Ты так на поле стоишь? Ну пробуй Минута 38 Ты близка к хорошему результату Близка, но пока рада радоваться Вот делай это движение Держи перед собой И смотри вдаль На горизонт На горизонт к успеху И пусть ты не скинула Самое большое количество килограммов Но именно выполнение физических упражнений В соревновании Ты можешь показать себя С положительной стороны И стать звездой Как минимум Голливуда Звезда Повесим тебя в Новый год на елку 2 минуты 23 секунды Ты вулечка Стой, стой, стой До последнего стоять Давай, давай, давай Сражайся За себя За Алексея Давыдова За спортивный клуб Альбион Не шагу назад Не шагу на месте А только упереться в стену И только С вами вместе Стоять Акуля сушка Это ж не просто так Сколько? Это ж мощь и сила Не буду тебе говорить Стоять, сказал Стоять уже скоро Скоро ты близка К отличному результату Скоро будет 3 минуты Бедра ниже Ниже бедра Не бедра, бедра Стоп 2 минуты 59 секунд А она молодец А мы будем смотреть Кто сможет повторить ее же Отличный результат А может быть даже и выиграть Бажена Аксенова показала Запредельную мощь духа Но вот ее напарник Алексей Давыдов сорвался И пошел с кулаками На участников съемочной группы А что случилось? Леш, подожди Я не готов комментироваться Чему? Почему? Нет, не хочу Я не готов комментироваться Пожалуйста, извини А что произошло? Ничего Просто два слова Два слова Дома это слово Нам важно знать Ничего Да не надо Это не важно Это вот честно Честно Это не важно Нет Просто в двух словах Ситуацию обрисуй и все И мы отстанем Возникло недопонимание Возникло недопонимание В чем недопонимание Все, оно уже решилось Маленькая ситуация Оно решилось Маленькая ситуация Нет, оно разрешилось Я не хочу об этом говорить Да, он неправильно понял, сценариста, что ему выдадут белую футболку. Из-за чего? Ну, не знаю, так он понял. Если он не простоит в этой позе долго, а ты его победила, да? Моя команда, мы вместе боролись. Но ты дольше простояла, чем он? Ну, да. А почему он расстроился? Потому что ты дольше простояла? Он неправильно понял, недоразумение вышло. А что, что он не понял? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос. Потому что не хочешь и не надо. Участники проекта все ближе и ближе к финалу, поэтому атмосфера немного напряжена. Нужно брать пример с Владимира Чинченко, который всегда в отличном настроении. О, Свет, привет! Здорово! Как дела в настроении? Я устала после работы целый день, никаких сил нет. Как-то нет, ты в зал пришла? Надо, поэтому и пришла, да? Наверное, да. Надеюсь, все. Ну, а ты с утра пробовала заниматься? Ну, с утра я просто на работе, поэтому с утра не могу. У меня тоже, я практиковал вечерние занятия, но когда попробую утреннюю, мне бы лучше заниматься утром. То есть я, когда занимаюсь утром, получаю больше прилива энергии, больше сил. Вообще, вау, круто вы все! Рекомендую тебе попробовать заниматься по утрам. Ну, до работы. Зал-то работает, там, с 7-8 утра можно. Ну, да, я с 8-8 работаю, но я обязательно попробую утреннюю пробежку. Регулярно делая пробежки каждое утро, ты более того, что сбросишь вес, так еще и войдешь в тонус, и тебе все будет даваться. В этом деле прогнозов, я считаю, быть не должно. Ребят, у которых есть цель, они к ней идут. Тут уже все зависит от них гадать. Ну, мне кажется, это не тот вариант. Если человек поставил себе цель, он к ней идет. Мы увидим, кто действительно поставил цель и кто до нее дойдет. Ну, а теперь испытания от Андрея Шаркова должны пройти Владимир Чинченко и Светлана Крупчан. Ну, а сейчас мы в спортивном клубе «Глобус Порт», и перед нами команда «Катюни», и мы продолжаем турнир между спортивными клубами. Вперед! А сколько просидеть надо? Максимально долго! Максимально? Ну, хорошо. Давай попробуем. В других залах просто рекордные веса. Тренировка позволительная или все? Никакой тренировочки, просто выставляемся и ручки держим перед собой. Садимся. Да, садимся ниже. Уже садимся на стул, да. Еще чуть ниже, Володя. Чуть ниже Света. Руки перед собой. Держим. Спокойно. Спокойно. И время пошло. Две секунды. Поставьте руки перед собой. Постарайтесь подумать о что-нибудь хорошем, услышать голос тренера. Кать, пожалуйста, поддерживай. Держимся максимально долго. Держимся долго. Можем. Все. Я думаю, что куля сушка это один из инструментов, который помогает мне познавать себя внутренне и раскрывать свой потенциал. О чем я, кстати, говорила еще на самом первом кастинге. Как ты думаешь, то, что ты болтаешь во время выполнения, ты будешь помогать? Нет. Я думаю, да. Вова держать руки и стоять. Ты воин или не воин? Держим, держим, держим. Как же там сила, сила духа, сила питания. Все витаминки тебе в мышцы пошли. Осталась у нас неделя жесточайших тренировок. И так Вова на 46 секундах сдался. Но он имеет право поддерживать. Все, поддерживай, поддерживай свое товарища по команде. Достаточно легко сдался Владимир. Но вот Света, эту женщину не остановить. Ледокол. Теперь в руках Светланы. Как всегда на тебя надежда. В руках Светланы судьба вашей пары здесь. Я не возникла. У меня держи. У меня ноги слабые, так что вся надежда на тебя. Не себя ругай, ее поддерживай. Не надо держить, что ты не можешь. Я же не говорю, что не могу. Скажи, что может она. Скажи, Светочка, держись. Света, держись. Я с тобой. Я твой Вова. Держись. Умничка. Вот, ребята, когда тяжело, только кричите, танцуйте. И не бойтесь этого делать. Бойтесь быть неуслышанными и неувиденными. А наших героев увидят все. Все телезрители, все любители фитнеса, здорового образа жизни, тренировок. Света очень выносливая. На тренировках она показывает свою выносливость. И первые тренировки были на самом деле для меня открытием, потому что она действительно очень выносливая. Я готов показать это время. Смотрите и болейте вместе с нами. Как она это делает? Света, вы что, крахмала наелись или что? Это же нереально. Вот это ноги, друзья, мужчины. Вот это ноги. За них стоит побороться. Приходите на финал нашего шоу. Дарите этой девушке цветы, как минимум за это упражнение. Это видишь? 4 минуты 20 секунд почти. Это же 420 килограмм в тярьме. Это практически Юрий Пелкин в пауэрлифтинге. Умничка. Стоять на спи. Ванна подъезд сожидит. Столько бы не постоял. Ну, люди, да, конечно, узнают. Особенно на работе. Мне там нет. Только прихожу. Света, включи эфир. Ну, ладно. И, в общем-то, собираются все, смотрят. А я тебя видела, а я тебя видела. Держаться. Крепость силы твоего характера меня удивляет. Оно поражает. Это дырка. Это дырка, ребята. Руки. Стоп, стоп. Стоп. Нельзя было этого делать. 6. 6 минут. И еще отниму 2 секунды. 6 минут 38 секунд. Вы видите, 6. Почти 7 минут. 1 секунду я опоздал нажать. Но ты молодец. Дай пожму твою крепкую ногу. Ты молодец. На тебе и руку. И вот я сегодня у всех убирал руку, а тебе прям вот так. О, мэй, гарабл. Свету это было невероятно мощно. Вот это характер. Она не борется за главный пресс. У нее есть другая уникальная возможность. Тренироваться с тренером. Впитывать какие-то знания, которые ей в дальнейшем помогут. Достижение ее цели. Похудеть. Сегодня участники проекта делятся лайфхаками. И сейчас свой секрет расскажет Алексей Давыдов. Алексей Давыдов. Да. Темная лошадка на нашем эподроме. То есть Алексей в самом начале нашего тренировочного пути. Лучший конь, да. Такой серьезный. И не педальный. Не педальный, обязательно. То есть в самом начале проекта. Я же помню, как ты задыхался. Скорую вызывали. Все было не очень хорошо. Ты был такой апатичный и растренированный. Что сейчас происходит? Ты на финишной прямой, я смотрю. Да. И амбиции помогают тебе, да, я смотрю. И он, даже благодаря его усилиям, мы ушли от апатии и растренированности. Ромчик, смотри. Вот что скажет Алексей? Мне кажется, он уже практически вот где-то вот до этой кромки победителя. Безусловно, Алексей у нас, ну это очевидно, мне кажется, любому зрителю и участнику один из лидеров проекта, да. Финальное взвешивание покажет. Вот, ну я в Лёшу верю, он человек обязательный, целеустремленный, как я уже говорил неоднократно. Действительно, Лёша, как ты сказал, точно на кромке победителя где-то находится. Да, не лучше, нечего бывать. Слушай, Лёша, а что поменялось вообще в настроении, в мотивации? То есть как-то ты изменился, даже в лице, процветлел немножко. Не, ну когда есть результат, когда есть результат на весах, когда есть результат в количестве подходов, в количестве повторений, в увеличении веса на той же штанге. Ну это всегда такой довольно-таки мотивирующий фактор, почему нет? Ты в перчатках себе тренируешься. Почему? Тебе холодно? Здесь прохладно, кстати? Здесь прохладно, да, но тем не менее перчатки все-таки не для этого, потому что когда делаешь жим, особенно штанги от груди, руки имеют особенность потеть, ну и дабы гриф не соскальзывал, потому что если он соскользнет, это может иметь крайне неприятные последствия, но я использую для этого перчатки. Перчатки, перчатки, они же пропитываются потом, и имеют свойство неприятно впахнуть. Да, имеют такое свойство. Здесь, конечно, все-таки их лучше стирать. Но если у вас тренировки часто, как у меня, 6 раз в неделю, то здесь есть один способ. То есть после тренировки их достаточно положить в морозилку, они там полежат какое-то время до следующей тренировки, до следующего дня, потом их оттуда достаешь, и они уже не так сильно пахнут. Но это принцип все-таки, моется тот, кто ленится чесаться, поэтому все-таки лучше стирать, но если времени нет, можно хитрость. Так они просто отдают свой запах мясу, возможно, или пельменям, которые у тебя стоят в холодильнике? Я забыл, что такое мясо, и тем более в морозильнике. А, то есть ты питаешься только травой? Ну, я питаюсь крайне, скажем так, жестко, крайне диетически, но, по крайней мере, то мясо, которое я употребляю, ему не надо лежать в морозилке. Ну что, друзья, мы продолжаем нашу супергонку, наш международный турнир среди трех лучших спортивных клубов Симперополя, по моему мнению, и среди участников Акулии Сушки. И сегодня у нас замечательная пара, которая тренируется под руководством самого строгого тренера нашего проекта, Виктории Вики Егяевой. Это у нас Жанна и Надежда. Итак, голень перпендикулярно, пол, бедро параллельно, пол, спинка прижата, ручки перед собой. Начали! Честно говоря, я уже Вике сказала, у меня был концерт, и я себя посмотрела на видео и сказала, что я бы уже сейчас закончила худеть в платье, и я выгляжу очень даже неплохо. Тяжело. Не надо было тяжело. Я уже сдаюсь. Не-не-не, кто-то один, вы поддержите друг друга. Жанна. Поддержите друг друга. А вот, Вика, ты виновата. Не надо было мне выпадами. Врагу не сдаётся наш гордый акулиосушка и никогда другим клубам не отступает. Или не уступает как-то. Вика, не сдавайся. Дай поменяемся с тобой местами. Да нет, у меня... Брижик, они тебя боятся, они тебя боятся. Я уже... А, посмотрите. А, это что было? Стоять же она, стоять. Уперлась ножками в стеночку и стоять. Надя, молодец. Думай не только о нас, о всех, о семье, о тех близких, кто тебя поддерживает. Они сейчас будут видеть тебя на экране. У меня есть момент, который меня очень расстраивает. Ноги. Я как-то хочу, чтобы они чуть по стране были, а ноги мне плохо вот странеют. Не останавливайся. Стоять насмерть. Ребята, ребята, я включил секундомет. Уже прошло две минуты, больше двух минут. Это монстры стульчика. Это чемпионы мира постоят в сиденье. Жанна свалила, саданя стоит. Ну, вот такая вот я лентяйка. У меня перед этим была круговая тренировка. Но, честно говоря, даже без тренировки я бы шесть минут не простояла. Стоим. Надя, это только начало, только начало. Вика шепчет тебе науку. Шепчет, шепчет, шепчет тебе науку. Настрахуйте, да? Да, да, да. Вика, ты думаешь, что-то уходят сейчас? Нет, я ее просто поддерживаю. Да, вот тренер, он рядом. Давай, давай. Надя, мы верим в тебя. Надя меня вообще удивляет. Надя просто настолько меня поражает. Своей выносливостью, силой духа. А это просто монстр. Надя молодец. Две минуты сорок секунд, а надо больше. Еще больше. Надо больше, пока это очень мало. Это мало. Стоять, стоять. Ты надежда на победу спортивного клуба. Надя, держи. Стой, стой, еще. Надя, тебе можно больше. Стоять. Надо стоять. А когда я заболела, знаешь, как вот все с ног на голову или с головы на ноги все встало. Не знаю. Очень многое изменилось. Ну и сейчас неприятно тоже, конечно, об этом говорить. Я все время волнуюсь. Очень изменилось отношение в семье. Я действительно поняла, какой я счастливый человек. Потому что у меня классная семья. У меня появились друзья, как ни странно. У меня появилось много интересных хобби. Еще две минуты надо, давай. Надо, надо, расслабься. Забудь обо всем, нету боли. Нету боли. Нету. Она танцует, она веселится. Она над нами смеется. Смотрю, я трясу. Не, 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 не. Надя, ты воин. Вспомни, ты воин. Ты преодолела много в этой жизни. Преодолей сейчас. Простой ради меня еще 25 секунд. Я просто вот верю в тебя. Стоять. Стоять. Три минуты, два секунды. Это хорошо. Это уже как кроссфитовцы. Как-то недавно на одном турнире я видел, как девочка выиграла. Пять тысяч рублей. Стоять. Тридцать секунд еще и четыре минутки были. Четыре минуты этого рома. И ехать в Португалию, участок Чековады Мира. А мы пять сделаем. Не по стульчику, так по догуреточке. Стой, стой, стой. Стоять, стоять. Еще, давай, десять секунд. Десять секунд. Десять секунд. Давай, за Родину. Давай. Мировой рекламе. Я уже рядом стою, рядом стою, еще. Стой, стой. На две секунды от волнения нажатываю. Фух. Это что было? Пять минут. Пять секунд. Поаплодируем Надежде. Я больше, конечно, благодарна, потому что я не знаю, как бы я жила сейчас дальше. А вот благодаря вот этой ситуации я поняла, что я счастливый человек. У меня все хорошо. У меня теперь вот есть этот проект, и я уверена, что еще что-нибудь интересное будет, потому что я буду себе разрешать участвовать во всем, что вот, все, что могу. Ну вот и все. Страшнейшие испытания уже за спиной наших чемпионов. Стульчик – это дело не шуточное, но наши акулята справились с этой задачей. Теперь победители этих состязаний получат галочку от автора проекта Андрея Шаркова. Ну почему же они все усложняют, если реально можно было просто присесть на стул? Не ищите сложных путей. Смотрите акулью сушку! Так а что с полом было? Скользко был пол, и кроссовки у меня вперед уходили. А так бы я дольше постояла. Еще дольше? Да. Мне кажется, ты агрессивный. Да. Почему? Ну, вот такая ситуация. Без углеводка? Ну, возможно. Не доедаешь? Не доедаю. Продолжение следует... Продолжение следует...